Барсуков я люблю, в отличие от Романа Пастухова. Друзья, приветствую вас на канале Опасная Бритва Бруклин Продакшн. Меня зовут Павел. И сегодня будет экспериментальное бритье. Для меня очень экспериментальное бритье двухдневной щетины. Последний раз я брился в четверг вечером, а сегодня уже суббота, где-то 3 часа дня. И вот я пытаюсь сегодня сбрить эту щетину без максимального ущерба для своего здоровья. Я хотел применить бритву компании Таймус Рейзер, для того, чтобы закрепить этот вау эффект для себя. Понять вообще, сможет она двудневную щетину для моей кожи. Как бы бритье, чтобы прошло в хорошем духе, в стиле. И, как говорится, очень кайфово. Но посмотрим. Но в последний момент я решил использовать бритву компании Паркер. Паркер, может быть, где-то месяц назад вы видели на обзоре бритву этой компании. Она была очень мягкая. Бритва была очень мягкая. Я начал бриться с лезвиями Паркер. Они вообще практически не брили. Пришлось поменять лезвие. И полусилвер, по-моему, я поставил. И тогда уже добрился более-менее хорошо. Приятно было тогда станок Паркер 63С. Такой станок более мягкий. Для общего потребления, скажем так. Не для того, чтобы кто любит бриться более агрессивным станком. А так, для небольшой оброслости, для общего развития. Но переговорил с производителями этого станка. То есть люди, которые мне прислали на обзор. Я им как бы пожаловался. Говорю, ребята, что-то ваши лезвия в этом станке с моей щетиной вообще не работают. Они говорят, не знаю. Говорят, всегда были хорошие отзывы. Туда-сюда. Давай мы тебе пришлем более агрессивный станок. Я говорю, хорошо. Значит, мне прислали голову для... Голову от станка более агрессивную. Я не знаю модель этой головы. Но сказали, что она будет более агрессивную. А ручку я взял уже от того станка. Вот этот станочек прекрасный. Видите, какой профиль ручки. Сейчас вам ближе покажу. Вот такая вот. Модель этого станка я не знаю. Ручка от 63С. Блестящий, красивый. Заправил я его лезвием Паркер. То есть для чистоты эксперимента я сказал, я снова возьму ваши лезвия. Я возьму новое лезвие. Опять же взял новое лезвие. И попробую побриться. Но сегодня я усложню ситуацию. Усложню для себя. В таком плане, что двухдневная щетина. Это не так-то все просто. И сегодня посмотрим, как это будет. Значит, я буду использовать в бритье, опять же таки, мыло компании... Дочерней компании Паркер. Это Takonic Shave. Вот это вот мыло. Мыло прекрасное. Мыло сделано на территории США. То есть со всеми какими-то минерального происхождения маслами, отдушками, всякое такое. Все, что нам нравится, не нравится. Вегетарианского, веганского типа. Вегетарианского, веганского типа. Называется Excalibur. Банка железная. 110 грамм, 4 озы. Вот состав этого мыла. Вот так вот. Будет более интересно и наглядно посмотреть. Тут входят различные масла, кондиционеры и много-много-много чего. И включая отдушки. Такое освежающее, приятное мыло. В состав входит глицерин. Видите, оно такого вида. Сейчас я немножечко водички на него нанесу, как обычно. И после этого размягчается буквально немножечко. Значит, взбивать я буду сегодня в чаши компании Time is Reser. Будем проверять эту чашу с другим уже помазком, с другим мылом, с другими какими-то хотелками. Но буду использовать помазок вот такой барсучок. То есть, барсуков я люблю. В отличие от Романа Пастухова, он любит синтетику. Синтетика, которая так типа как мочалка, ему больше нравится. Мне не жалко, если барсучок немножечко скушает мыло. Так как мы набираем всегда очень много, его все равно очень много остается. Но барсучок более приятный, мне кажется. Мне очень нравится. Это выпускает опять же компания Taconic Shave. Вот эти помазки. Я обзор делаю на этот помазок. Он очень тяжелый, ручка такая тяжелая, но приятная. Сейчас я наберу теплой водички. И буквально на минутку, пускай постоит, помокнет, наберется. А автошейвом выступит, опять же, не буду далее, оригинальный. Это компания Taconic Shave Splash. Это не спиртовой автошейв, освежающий. Такой приятный. Кому интересно посмотреть еще состав. Вот состав его. На основе... Тут написано... Не, не написано. Где-то я прочитал ингредиенты различные. Природного происхождения. Экстракты, алоэ вера. Все, что мы любим. Опять же, таки, экскалибур. В общем, пару раз я им уже пользовался. Очень хорошие впечатления были. О нем очень хорошо кожа себя чувствовала. Так, ну что, уже, в принципе, помозок набрался. Будем считать, что намочился. Немножечко разбух, набрался водички. Сейчас чаша пустая, помозок. И я возьму это мыло. Мыло, что мне интересно, не нравится, но, видите, до краев. Вот уже два раза я имбрился. Еще, правда, ничего оно не смылилось. До краев залита банка. И если набирать на этот помозок, то, соответственно, все руки, все будет в этом деле. Поэтому я буду над чашей, я сейчас смыли, возьму так по-быстрому его. Помозок большой. По всей поверхности распластался. Вот таким вот образом, видите, он распластался. Руки надо будет все равно помыть, смыть, во всяком случае, чтобы не скользила бритва. Ну, будем считать, что набрали. Вот столько я набрал помозок. Мыло уже все, оно больше не понадобится сегодня, я надеюсь. А чаша пустая. Так, хорошо. Чаша пустая, помозок. И будем работать. Еще пока нету рабочей пены. Уже пару-десять движений. И что-то мы получим. Мне нравятся барсуки. Вот, честно вам скажу, нравится. Нравится, что-то есть душевное в этой. Кстати, многие говорят, типа, барсука убили, мясо съели, щетину на помозки пустили, хвост на воротник, да? Я смотрел видео компании Диэс Косметик. Не знаю, насколько это правда или не правда, но там барсуков вычесывали. Вычесывали, получали от них щетину, вычесывали, получали щетину и достаточно много. Для тех, кто держит дома животных, тот прекрасно знает, что можно каждый день вычесывать животное, будет очень много щетины. Ну, как бы дома коты и собаки, все равно от них много шерсти получается. А может с барсуков все-таки будет. Как бы хотелось в это верить. А как оно в жизни, может быть очень даже не очень, как говорится. Так, ну что, я считаю, что уже нормально, уже даже на руках моих всех это сползла пена. В принципе, все по мазке есть достаточно. В чаше тоже уже такая кремообразная, реально кремообразная масса, такая плотная. Пока отложим ее в сторону. Подбривать бороду я буду шеветкой. Опять же, шейлинг джемом с гелем для бритья прозрачным уже не буду вам показывать. Уже все его хорошо знают. Сейчас там еще лицо будем работать. Процедура для меня, с какой-то стороны, предсказуемая. В таком плане, что я почему-то не буду загадывать плохо вперед. Но хотелось бы на это посмотреть, называется. Как оно будет. Оброслась такая, как вы понимаете, полтора дня практически. Чуть-чуть начало пробиваться, где лучше, где хуже, где больше, где меньше. А вот по основной плоскости посмотрим. Посмотрим, как будет. Бритвочка. Ручка цепкая, очень цепкая ручка. Она может быть грубовато сделана по отношению к Таймс Рейзер или к другим бритвам. Немножечко грубовато. Вот очень похоже на бритву компании Мюлле. Но тут более грубоватая ручка. В том плане, что... Как бы чувствуется, знаете, очень сильно чувствуется. Но с одной стороны, она может цепкая быть. С другой стороны, с эстетической, она немножко грубовато кажется. Так. Ну что, нанесем пену. Нечего тут развоквольствовать. Чаша приятная отработала, приятная в руках держится, легкая. Нет возможности, вы знаете, даже упасть. Вот почему-то они преподносят, как не бьющийся час что-то уже. Но возможности упасть, я просто знаю, я долго пользовался, может быть, года два, керамическими чашами. Они тяжелые. Это чаши, это не скатывая. А те, кто пользуется скатывами, так это вообще вещи, которые просто должны стоять на столе. Если они на столе не стоят, они, ну, очень тяжелые, если еще в них воду налить, для того, чтобы температура поддерживалась. Сегодня, так, эксперимент настоящий. Первый раз вот этой вот головой буду пользоваться этого станка от компании Parker. Не знаю модель, не знаю ничего. Мне сказали, она более агрессивная. Типа, тебе понравится. Ну, понравится, так понравится. Сейчас посмотрим, как оно будет. Намочим. Ну, дай бог, целовать мы не будем, как Роман Пастухов. Главное, чтобы он не ответил. Посмотрим сейчас. Не сказал бы, чтобы она прямо такая, вот знаете, кожи снимает. Не еще подобное. Она очень хорошо. На удивление, очень хорошо. Ну, однозначно она лучше, чем предыдущая. Более мягко. А это уже. Так, хорошо я здесь с меня. Хорошо. Как-то он так пошел агрессивненько снизу, да. Снизу он как-то так пошел более агрессивненько. Так. Уже какие-то здесь красные точки появились, чтобы он уже посносил по чуть-чуть. Ну, ожидаемо. Ожидаемо здесь. Так. Надо сейчас, дабы не усугубить это все дело. Сейчас у меня есть лунитик. Сразу пройдемся лунитиком. Так, хорошо. Такое заподлянное место. Но у каждого оно свое. Так, хорошо. Это мы пойдем. Да, агрессивненький станочек, агрессивный. Как-то в этой части, по этой плоскости он показался мне много мягкий. А тут раз так. Так, хорошо. Ну, в этом проходике мы уже прошлись. Так, замечательно. Так, там будет шеветка. Ну, считаем, что первый проход я сделал. Сейчас умноюсь. Так, что мы имеем? Уши. Уши забыли помыть. Так, хорошо. Хорошо. Хорошо, но мало. Так, теперь, где наш гель? Сейчас возьмем гелем. Чуть-чуть. Усы. Борода. Сейчас по-быстрому, ребята. Извините. Сейчас появились трудности. Надо бороду выровнять. Так. Для шеветки тут очень мало работы, реально мало. Так, хорошо, и снизу что у нас тут происходит, так и с этой стороны, так отлично, будем считать, что по шеветке если вот так полтора дня проходиться, очень даже ничего получается, мне более-менее хорошо с усами, допустим, если это делать. Так, ну что, на второй проходик, для коротких боковых, так, что-то мне уже, это не с барсука, это с менявшая слезь, с бритой от бороды, барсук держится, помазок кстати, очень хороший, мне очень понравился, в плане узел помазка, ручка для меня тяжелая, мне не нравятся вот такие тяжелые, я не люблю такие вещи, махать, вот если упадет в раковину, разобьет их чертовы бабушки, все-таки хочется как-то уверенным быть в том, что мне будет каких-то неприятностей, потому что черт с ним, с этим помазком, а вот раковые нам менять, это уже было разно. Так, ну что, продолжаем наш эксперимент, вот так вот, наверно, боковыми. Так, хорошо, щетка есть. Щетка есть, она не может и не есть. Так, тут боковыми. я аккуратно пытаюсь пройтись. Ну, в принципе, боковыми прошлись, сейчас еще умосят с бредой щетиной и завершающей, мне еще тут мусолить. так, замечательно. А мне недавно вопрос задал, я не помню имя человека, недавно совершенно в предыдущем каком-то крайнем видео, он говорит, что я побрился, только начал бриться Т-образными станками, побрился и уже к вечеру ощущал небритость, то есть появившуюся. Первый вопрос, я говорю, ну все бывает, у всех разная скорость роста волос, а потом я ему говорю, ты знаешь, а сколько ты проходов делал? Он говорит, я сделал только по росту волос и боковыми, косыми. Мол, я против роста еще испугался. Вот в этом вся ошибка заключается, почему мы ждем от вот этих двух проходов, что чистое бритье, кто вам это сказал? Всем давно известно, что проход без, вернее, бритье без прохода против роста волос, то есть, как правило, это снизу вверх, не обеспечит чистоты бритья, совершенно не обеспечит. Поэтому, вот у меня сейчас вроде так визуально все чистенько, красивенько, все здорово, но, как я знаю, если рукой дотронуться, там будет щетка, реальная щетка. Поэтому нужно, как по возможности, взять пройтись против роста, то есть, не так, чтобы просто агрессивненько, а совершенно спокойненько взять пройтись. И то, сейчас ощущается небольшая щеточка в некоторых местах. станок реально такой агрессивный, я же чувствую лезвие по моей коже, вот реально. И как-то вот, я сейчас в качестве эксперимента, конечно, провожу это дело, но второй раз уже как-то не очень хочется эмбризы, честно вам скажу. Но эмбризы достаточно чисто, вот достаточно чисто. Но я эмбреюсь с опаской такой, вы знаете, опаской, что я пока не знаю, не ожидаю, что-то такое может произойти. Ну, у нас же сегодня, как и правило, бредю без дураков, правильно? Сейчас посмотрим, что будет. Ну, нормально? Так, теперь здесь еще. Я, конечно, пытаюсь работать с нажимом, но не рекомендовал бы с этим станком, не рекомендовал бы совершенно, он очень сильно агрессивный, очень агрессивный, блин, просто жопа какой-то. И доверия, главное, к нему вообще никакого нет. То есть, такая агрессивность, как мне кажется, знаете, как какой-то режущим инструментом, который не предназначен для бритьян, ты пытаешься побриться. Притом, какой-то он, с одной стороны, острый, с другой стороны, безопасный. Вот такой симбиоз, такой не очень, мне нравится, но достаточно чисто побриво для двух дней, для полтора дня небритости, скажем так, достаточно. Сейчас умоемся. Так, очень агрессивная остановка, блин. Называется, попросил агрессивный, пожалуйста, получите, распишитесь. Что мы еще имеем в виду? Ну, где-то вот здесь вот даже не пробрился. Сейчас мы еще попробуем понемножечку пробриться. Так, здесь более-менее хорошо. Здесь какие-то уже красные пятна проступают. Ну, на самом деле, сколько помню себя, несмотря на все происходящие агрессивность этого станка, могу вам сказать, что это одно из тех сеансов бритья, вот полтора-двухдневной щетины, когда очень получилось качественно и красиво, блин. Мне реально очень нравится. Все-таки вот гарда, которая защищает лезвие от чрезмерной агрессивности, может еще к этому станку, может с другим лезвием хорошо подобраться, будет очень хорошо. Мы просто сегодня говорим о компании Паркер, я хотел попробовать с именно их лезвием для того, чтобы показать производителю. что вы меня попросили, как будет с этим лезвием именно, покажи, как это все будет. Сегодня мы вот такое вот имеем бритье. Достаточно неплохо получилось, очень неплохо. Некомфортно, абсолютно некомфортно для меня было, блин, особенно в проходе против. Я так, знаете, осознаю, что я снимаю на видео и очень-очень аккуратно делаю для того, чтобы просто, знаете, показать вам, как это спокойно, не спеша, не навязчиво, то есть не махая вот так вот просто бритвой. Можно было сейчас всю рожу исполосовать, как любят некоторые делать. Мы этого не делаем. Но я не люблю вот с такой вот опаской для в голове, вот с такой опасностью, скажем, бриться, испытывать какое-то напряжение. Вот я опасной бритвой бриюсь в десять раз проще. Казалось бы, инструмент более опасный, какие-то там не существуют. Но с этим вот мне показалось, вот я бы сейчас взял тайм из рейза, не задумываясь, спокойненько, как-то вот. Мы еще попробуем с этой бритвой, обязательно еще много раз попробуем. Просто хотелось именно с этой бритвой попробовать мыло. Таконик шейф, вот это мыло. Оно очень приятное, очень хорошее, будем еще с ним пробовать. Сейчас я умою лицо и завершающие сплэшом все это дело откатим. Очень хорошо. Такое взял, промыл прохладненькой водичкой для того, чтобы уже кожу не напрягать, немножечко дать кровеносным сосудам сузиться. И сейчас поверху этого всего дела найдем автошейвом сплэшом приятный такой вот из трав. с разных для успокоения кожи. Достаточно хорошо. Мягенькая кожа становится, мягенькая, приятная. Нормально, приятно, очень хорошо. Практически вот очень хороший результат, для меня обалденный результат. Можно на пальцах посчитать, сколько я разбрелся на полтора-два дня. Я очень не люблю, очень всегда против для себя, очень вынужденно. А тут прямо вот как бы обалденно получилось. Так что будущее, наверное, будет полтора-два дня сеанса бритья и кожа привыкнет. Может еще тоже кожа должна привыкнуть. Как мне сказал один из подписчиков. Кожа привыкнет, потом сможет нормально бриться. Но посмотрим, ребята. Посмотрим. Все сегодня замечательно себе показало. Барсучок на высоте. Рома, рекомендую. Такойник шейф. Барсук. В принципе, я рекомендую барсуков любых компаний. С хорошей набивкой. Не с такой слабенькой, а с хорошей набивкой, чтобы получить от него реальную работу. Пускай кушает на здоровье. Не жалей барсучкам, Рома. Не жалей. Ребята, это все была шутка. Главное, что сегодня было классное бритье. Полтора-два дня. Вот так как-то будем считать. Мне очень нравится. Все здорово. А следующее бритье, я не знаю, уже может опасная бритва. Блин, сбреем эту бороду. К чертовой бабушки. И уже будем бриться, как нормальные пацаны. Да? Полностью они. Так вот что-то тут. Какой-то муха-сральник оставили. С теперь на лице и ходим. Но так вот я считаю. Ребята, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся на канале. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайки. И самое главное, смотрите за новыми обзорами. И будет много-много-много еще интересного. Пока. Спасибо за просмотр.